Дамы и господа, здравствуйте! Сегодня у нас на тест-драйве лакшери автомобиль, седан со спортивными чертами Lexus AS250. Дамы и господа, здравствуйте! Этот автомобиль выпускался с 2005 года, данный экземпляр 2007. Уже в 2008 году машина подверглась небольшому рестайлингу, но никаких изменений практически в нее внесено не было. И это остался все тот же AS250. Конструкторы и дизайнеры этого автомобиля хотели сделать как комфортабельный седан, так и машину с дерзким спортивным характером. И я считаю, что у них это получилось. Оснастили этот автомобиль двигателем V6, выдающим мощность 208 л.с., который в свою очередь работает в паре с шестиступенчатым автоматом, который неплохо справляется со своими обязанностями. Двигатель этот достаточно неприхотлив, если за ним должным образом ухаживать. По документам, в этот двигатель нужно заливать масло 5W-30 для должной работы муфт газораспределения. В принципе, если соблюдать все эти правила, двигатель будет ходить достаточно много километров. Но через какой-то промежуток времени двигатель все равно начинает хавать масло. Также проблема этих двигателей является то, что со временем начинает подтекать помпа. Если вы рассматриваете покупку такого автомобиля, заострите на этом внимание. Садясь в этот автомобиль, сразу замечаешь, что в водительской двери расположен блок управления электростеклами, блок управления электрическими зеркалами и блок управления памятью сидения. Также такой же блок расположен и в пассажирской двери, что позволяет регулировать сидение человеку так, как ему будет намного интереснее, намного удобнее. Попадая в салон этого автомобиля, понимаешь, что здесь все сделано с комфортом для тебя. Садишься в машину, удобные кожаные сидения, удобный кожаный руль. Вся приборная панель не вызывает никаких отрицательных чувств. Все находится на своем месте, все сделано без каких-либо вопросов, никаких щелей, никаких зазоров. Все добротно, все лаконично и все находится на своих местах. Эргономика у этого автомобиля отличная, сидит здесь комфортно, как я уже говорил. Руки находятся на своих местах. Расположен посредине удобный подлокотник кожаный, который имеет свойство сдвигаться, открываться. В котором расположен у нас выход под AUX. И управляется, то есть переводится это все на магнитолу. Автомобиль у нас имеет бесключевой доступ, а также заводится он с кнопки старт-стоп. Нажимаем на кнопочку. Нажимаем на кнопочку, двигатель заводится, выдвигается руль, настраивается сидение. Очень красивая информативная приборная панель. Руль у нас с мультимедийным управлением аудиосистемой и кнопкой переключения режима бортового компьютера. Также расположены подрулевые переключатели, которыми можно переключать передачи. На центральной панели у нас расположен управление климатической системой. Есть двухзонный климат-контроль. Далее у нас идет магнитола с поддержкой VMA-MP3, а также с поддержкой AUX, как я уже говорил. Никаких роскошеств, никаких лишних кнопок. Все достаточно просто. Также хотелось бы отметить, что музыка в этом автомобиле установлена от компании Mark Levinson. Здесь установлено 16 мощных динамиков, которые делают звук чистым и достойным для прослушивания. Так как автомобиль у нас в люксовой комплектации, здесь, конечно же, присутствует подогрев сидений. Ну и плюсом к подогреву, здесь еще присутствует вентиляция передних сидений, то есть водителя и пассажира. Переключается все достаточно просто. Синенькие указатели это вентиляция, а красненькие это подогрев сидений. Задним пассажирам, к сожалению, будет уже не так комфортно, как спереди. А я сижу сам за собой. Как вы видите, коленки жестко упираются в переднюю сидушку. Если бы было чуть больше места для колен, я думаю, что сидеть было бы неплохо. Но, к сожалению, на данный момент очень некомфортно. Плюс очень высокий задний тоннель. Если сюда посадить третьего человека, ему вообще, в принципе, будет некомфортно сидеть между двумя людьми. Еще и ноги поставить будет некуда. Этот большой тоннель будет очень сильно мешаться. Электроники сзади, кроме электростекол, никакой нет. Здесь есть какая-то большая пепельница, управление обдувом, печки, либо кондиционера. Ну, в принципе, и все. Из плюсов достаточно большой и удобный подлокотник. Подлокотник также кожаный. Он открывается. Здесь небольшая ниша в нем присутствует. Можно что-нибудь сюда положить. У мобильного телефона или каких-нибудь маленьких безделушек. Также в этом подлокотнике присутствуют вот такие вот замечательные подстаканники, которые из этого подлокотника выдвигаются и также туда задвигаются. Ну, в принципе, все. Как я еще до этого говорил, здесь будет некомфортно находиться в дальней поездке пассажирам. Ну, а в принципе, прокатиться где-то по городу будет неплохо. Первые ощущения от автомобиля вызывают определенно позитивные эмоции. Все-таки V6 дает о себе знать. Ты совсем маленько нажимаешь на педаль газа, и эта машина уже стремительно набирает обороты, набирает скорость. По заводским параметрам этот автомобиль должен разгоняться за 8,4 секунды. Двигатель очень резвый. Это прям радует. 208 лошадей для нее за глаза. Подвеска у этого автомобиля маленько жестковата. Она здесь в круг независимая, но именно для этой машины эта подвеска здесь очень приемлема. Так как этот автомобиль задумывался седаном спортивным, и чтобы ему достаточно неплохо ехать, такая подвеска здесь, можно сказать, в тему. Его не болтает по дороге. У руля он слушается отлично. Никаких вопросов к рулежке и комфорту подвески не возникает. Опять же, по коробочке. Коробка здесь шестиступенчатая, работает в паре с шестицилиндровым мотором. Она достаточно неплохо. Но при покупке поддержанного автомобиля стоит обратить на коробку внимание. Если масло в ней менялось очень редко, и при этом на автомобиле ездили с ускорениями, с различным зимним дрифтом и так далее, то в этой коробке может быть очень большая выработка. И с этой коробкой у вас могут возникнуть очень большие проблемы. Замена такой коробки будет стоить вам примерно от 80 до 100 тысяч рублей. Также, если вы рассматриваете этот автомобиль себе, стоит проверить рулевую рейку автомобиля. Если на ходу она постукивает, поскрипывает или издает какие-то другие звуки, которые здесь быть не должны, стоит вообще задуматься о том, покупать этот автомобиль или нет. Так как рулевая рейка стоит тоже в пределах от 50 до 80 тысяч рублей. Также хочется отметить, что за два года владения этим автомобилем у хозяина не возникло никаких проблем с ним. Ни по подвеске, ни по двигателю, ни по каким-то другим моментам. Мы с уверенностью можем сказать, что этот автомобиль очень хорош. Он сочетает в себе как комфорт представительского седана, так и некие характеристики спортивного автомобиля. Если вам нужен, во-первых, комфорт, а во-вторых, спортивный стиль езды, то вы с уверенностью можете брать этот автомобиль. Вы будете ехать на нем с комфортом и в то же время со свистом выезжать со светофора. С вами был канал Автолюбитель 54. Смотрите наши видео. Не забывайте лайкать. До свидания. Всего вам хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Автор субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...